У нас порядок, во дворе чистота. Женщине повезло. Управляющая компания «Дружба» свое дело знает. Похвастаться работой обслуживающей организации могут и жители шестого дома на улице Севастопольской. У нас благополучный дом, очень комфортный дом. Это жилищный кооператив в прошлом, часть квартиры приватизированы. У нас в хорошем состоянии кровля, лоджии, входные группы. Спасибо управляющей компании «Жилбитсервис-М» от руководителя до последнего слесаря и технички. Но работой управляющих компаний довольны не все жители города. Некоторым приходится неоднократно обращаться в УК, и тогда, может быть, на их просьбу отреагируют. Хотя бы частично. Обращался несколько раз по поводу деревьев, которые у нас находятся возле подъезда. Они очень высокие и очень мешают. И правда они срезали ветки, а стволы так и оставили. Вот те самые деревья. Этот дом обслуживает управляющая компания «Алсу». Альметьевцы используют все доступные средства, чтобы получить услуги, за которые они платят. Связаться с управляющей компанией можно разными способами. Подать заявку лично, позвонить по телефону или, если первые два способа результата не дали, через чат главы. Последний буквально завален в жалобе альметьевцев. Среди лидеров просьбы почистить двор, вывести снег после уборки, восстановить отопление после бесконечных порывов в городе. Если заявки в чате изо дня в день примерно одни и те же, то вот ответы управляющих компаний, со слов жильцов, бывают интересными. На улице Советской, 155, третий подъезд, с утра отсутствует холодная вода и слабый напор горячей воды. Прошу устранить данные неудобства. Звонили в 10 часов в ЖУ-8 Альянс. Нам ответили, что замерзла вода. Сообщение в чате появилось во втором часу дня. Личное общение и общение по телефону между собственниками и обслуживающими организациями не всегда похоже на конструктивный диалог. На звонки не отвечают, не реагируют. А если даже отвечают, говорят, заявка принята и все. Дальше я начинаю реагировать уже в других каналах. То есть это главы города, особенно по лифтамушную. Я обращаюсь тогда, когда уже в постраду стоит вопрос. Все остальное вроде бы решается, а так уж сами, пока здоровье позволяет, сами делаем. Заявки принимают. Сделать обещают. В течение месяца спуск, подвал, говорю, уже будет восстановлен. И подвал сам, то есть со следующей недели будет произведен. Эта съемка была сделана в августе. Подвал, его входная группа, Козырек. А это мы сняли сегодня. Тот же дом. Из заметных изменений время года. Вопросы к работе и общении УК и населения появились уже и у руководителей города и района. Клиент управляющей компании должен быть первым в понимании логики, механизма вашей работы и, конечно же, того, как будут решаться его проблемы. Очень важно минимизировать сегодня негативные практики, когда необходим постоянный надзор со стороны чиновников. Елена Баурант, Николаев, Новость Юго-Востока.